СМИ-Телепрограмма «Точка взаимодействия» вместе с музеем города Якутска восстанавливает историческую память заброшенного кладбища в местности Хаты-Нурях, столице Якутии, для создания сквера памяти поколений. Мы обратились к якутянам с просьбой рассказать о людях, которые похоронены на этом кладбище. И люди откликнулись и подтверждают, что на кладбище похоронены люди, герои нашего Отечества. Ответила правнучка Семи Лукиных, которая написала, что на кладбище захоронен Лукин Петр Михайлович, родившийся в Горном Улусе, Якутии 15 марта 1922 года в селе Магарас. Умер 20 сентября 1958 года. Профессиональный охотник. Был призван в армию в 1943 году. Воевал в разведке. Был ранен в спину. После госпиталя попал в роту охранения железнодорожного транспорта. Сопровождал и охранял военные грузы. Участвовал в войне с Японией. Имеет награды. Вернулся в Якутск летом 1946 года. Последнее место работы отделение перевозки 139-го объединенного авиаотряда. Был женат на Нине Яковлевне Марине Лукиной. Вот это могила моего отца Лукин Петр Михайлович. Вот у него трое детей. У меня еще два старших брата. Я самая младшая. Ушел на войну отсюда. Пришел с войны. Познакомился с нашей мамой. В 1948 году они поженились. И все, там жили трое детей. А потом он погиб на Велом Узере. Она одна воспитывала троих детей. Мы на Белом Узере. Всю жизнь они там прожили. Это адрес Островок. Мы там живем. У нас мать, жена, она умерла в этом году только. 10 февраля, к сожалению, бабушка у нас ушла. Ей было 94,5 года. Она жила с нами там до последнего. Как по старинке говорится, как она могилка стоит, она так и должна стоять. Вроде там сильно нельзя уже потом поставить какие-то памятники и так далее. Вот так, поэтому ее и оставляли. Но мы каждый год сюда, без исключения, где-то два раза в год мы приезжаем сюда. 9 мая обязательно к отцу приезжаем всегда. У меня же два брата было маленьких. А раньше награды играли сейми. И поэтому ничего не осталось. Мать говорила, и старший брат, у них память побольше в этом плане. Они перечисляли, у него была медаль, орденов не было, медаль за отвагу была, медаль за участие в Великой Отечественной войне, медаль за участие в Японской войне была, и еще две медали, какие они уже не помнят. Возвращаемся к военкомату. Вот смотрите, вот герои войны. В архивах должны быть данные о наградах человека, где он воевал, что он сделал для своей родины. Пока это первые сведения. Но Тамара Ивановна написала о захоронении Лукиной Екатерины Николаевны. Она является женой погибшего героя войны. Родилась в селе Магарас, горного района Якутии. Родила троих детей. Тамара Николаевна, вот мы стоим рядом. Это могила вашего героя. Да, правильно говоришь? Да, это Петр Михайлович. Он является братом моего дедушки, Михаила Михайловича. Михаил Михайлович Лукин, он захоронен братской богиней, город Волоклава, Крымской области. Мы его нашли через интернет. Из выписки наградного листа. В период наступления боев в Крыму проявил стойкость и отвагу. 10 апреля 1944 года в бою за высоту храбростью увлек бойцов в атаку. Момент решительной схватки погиб от вражеской пули. Красноармеец Лукин Михаил Михайлович, стрелок 1-й стрелковой роты 77-го стрелкового полка 227-й стрелковой Крымской краснознамерной дивизии. Награжден орденом очистительной войны второй степени, посмертно. Похоронен в Крыму, в городе Савостополь, в районе города Волоклава. У нас в Хатануряха усадьба своя. Отец построил в 1936 году юрту Якушскую и урувленный дом. В русский дом отец половина Лукина Макара Михайловича, половина отцовская. Отец его продал до Волоса. В 1941 году он продал. Его забрали на войну 10 августа 1941 года отца моего. Я как раз родилась в этот день. Она даже... А я дочь. И вы тогда родились именно в этот день? Да, да, да. И в этот день. У меня шесть лет было, когда мама-то умерла, Екатерина Николаевна. Она еще в роддоме была, когда отца на пароход пошли. Почему говорят, что он так и не узнал, что у него дочь родилась? Потому что в тот день они на пароходе их повезли. Когда его в армию призвали, он был маленьким подростком, да? После этого он его вообще не видел. Потом вот их мама умерла, заболела. И они остались сиротами, вот с Марией Михайловной. Ее отдали в детский дом, а он убежал. И вот жил как раз-таки у Петра Михайловича. У него невестка была Нина Яковлевна. Она сама по национальности чувашка. Ну, чувашка, да? И вот они его воспитали. Потому что он с детского дома тоже сбежал. И хотел там жить, да? И вот он всю жизнь искал, где его отец. И вот, наконец-то, в 1990 году вышла книжка. Он очень, как бы, это, любознательный. Все время везде читает, смотрит, да? И вот он в этой книге выискал, что вот Лукин Михаил Михайлович в 1944 году был ранен и похоронен вот на братской могиле. После этого я вышла на сайт «Подвиг народа» в годы Великой Отечественной войны. И как раз вот по поисковой системе нашла Лукин Михаил Михайлович. Их было двое. Один был с Ленинградской области, а один вот якутская АССР. И там были вот наградные листы его. Потом повестка призванная, которая с якутского горвоенкомата, да? И после этого я сразу догадалась, что это оказывается мой дедушка. То есть отец моего отца. Восемь лет я уже охотился на уток. Я в шабхозе якутской работал. И пловещел, стоярничек, кузлетел. Да, люди добрые были, а работящие очень добрые. А здесь рядом, я так понимаю, целая династия. Здесь вот лежит моя бабушка Екатерина Николаевна. Сестра родная Михаила Михайловича и Петра Михайловича Акулина Михайловна. И рядом там еще вот есть могилка. Это Лукин Макар Михайлович. Тоже их вот, ну они родные. Я сразу скажу про Макара. Дело в том, что здесь была его внучка, я правильно говорю? Да, внучка. А она не знала, что здесь ее дед захоронен. Лукин Макар Михайлович. Это, получается, папа моего мамы. Он скончался во время войны в 1943 году. Я про него совсем мало знаю. И даже не знала, где он захоронен. Он был болен, поэтому его не призвали. А его родные братья, вот Каил и Петр, они были уже призваны на войну. А этот Лукин Макар Михайлович, он кадровым охотником был. За счет холкоза вот постоянно охотился, сдавал пушнину. На острове Шафоне, там перма холкозная стояла. И там зимовали, он там умер. В марте месяц сюда привезли, похоронили. Все холкозы. Конечно, такие встречи, они безумно ценные для нас. В плане не только сохранения памяти, но и в плане познания прошлого нашего города. Потому что на самом деле какие-то реалии жизни мы знаем очень плохо. Да, и вот я, конечно, безумно благодарна нашим сегодняшним гостям. Потому что они рассказали очень много интересного не только о своих родственниках, которые похоронены здесь, но вообще об этом районе города. Что здесь было в прошлом, какие семьи здесь жили в прошлом. Так что эти люди создали нам даже дальнейшие довольно большие перспективы по поиску жителей вот этих мест в довоенное время. Дело в том, что здесь оказалось был совхоз якутский. Точнее был новый путь. А вообще было 33 колхоза здесь. Потом организовали здесь совхоз якутский. Такой совхоз, который полностью снабжал Якутск всем, всем возможно. Плоть до китайской фермы. И это считалось Хатанурякским сельским советом, который имел достаточно большую территорию, начинался от Вилюйского тракта и тянулся до самого марки. Достаточно большие земли. Марина Николаевна, а вообще, когда узнали, что мы инсценируем здесь создать сквер поколений, оградить и сделать нормальное кладбище, как вы к этому относитесь? Положительно отношусь. Все-таки это связь, продолжение рода, чтобы наши дети, внуки, правнуки знали своих бабушек, дедушек, откуда они родом. Но не предполагал настолько, что здесь на самом деле можно и обелиск вашему герою, который Павел Клаве погиб, в братском объявлении поставить. Как вы к этому относитесь? Идея вот такая и есть у нас. Конечно, хорошо отношусь. Откликнулась на наш призыв и семья Новгородовых, с которыми мы уже связались и ждем первой встречи и рассказов о героях, которые похоронены на заброшенном кладбище в местности Хатынурях, столице Якутии. Мы еще раз публикуем фамилии сохранившихся имен на заброшенном кладбище. Большинство мужских фамилий присутствуют в списках мемориала солдат Туймады, столицы Якутии. Если вы кого-либо узнали или думаете, что это ваши родственники, обращайтесь на электронную почту округ нижнее подчеркивание tv-sobacamail.ru с пометкой «Сквер памяти поколений» или по телефону 7-914-2-753-111. Желательно в приложении WhatsApp.